Привет всем! Расскажу я вам про женскую музыку. Музыку, исполненную и написанную женщинами, точнее женщиной. Вступительное слово следующее. Я терпеть не могу музыкальных критиков, музыкальных журналистов. Ну, я вообще журналистов терпеть не могу. Всех практически. А тех, кто пишет о музыке, я просто стараюсь обходить стороной. Никогда их не читаю. Ну, просто потому, что начитался уже. Уже начитался, уже достаточно. Люди, как сказано в одном фильме, вообще ни болта, ни рубят. Когда-то было очень много музыкальных журналистов, очень хороших. Куда они делись, я не знаю. На их место пришли какие-то молодые и уже средних лет юноши и девушки, которые пишут о чем угодно, только не о музыке. Кстати говоря, взрослые мужчины и женщины также поступают. Это же касается и кинематографа. Но в кинематографе очень много профессионалов, которые дают осмысленные рецензии. Нормальные. Про кино говорят никак. Молодой человек, которого смотрит масса народу, и который говорит полную чушь о любых картинах, какие только могут существовать. То же самое с музыкой происходит. Пишут о чем угодно, только не о музыке. А когда начинают говорить о музыке и писать, то лучше бы этого не было вообще. К чему это? О женском роке, о женском джазе, о женской музыке. Помните все чудесную историю, раздутую опять-таки прессой, о том, что Йоко Оно развалило Битлз, что является полной ахинеей, не имеющей никакого отношения к реальности. И аналогичная история была, только не смейтесь, вот с этой замечательной барышней. Элис Калтрейн, жена Джона Калтрейна. Прекрасный музыкант, пианистка, орфистка, композитор, аранжировщик. Духовный вдохновитель, в том числе и Джона Калтрейна. И вот это-то и было самым страшным. Потому что где-то во второй половине 60-х, наверное, там 65-й, начало 66-го, даже чуть пораньше, Джон Калтрейн стал менять стиль своей музыки, своей игры и стал больше уходить в то, что называется авангардом. Хотя это слово, этот термин настолько общий и настолько за ним ничего не стоит, что, ну, будем использовать его так, как принято условно, авангардом, то есть движением вперед, какой-то новой музыкой. Хотя, на самом деле, музыка, как мне кажется, не бывает старой, новой. Вот есть музыка и музыка. И все. Вот она есть. Она такая. Она существует вся и одновременно. Ну, это я свои взгляды излагаю такие. А люди просто слышат ее, каждый своим ухом, и выдергивают то, что резонирует с его внутренним миром. Вот это все, что я могу сказать о музыке. Так вот, и когда Калтрейн стал уходить в сторону так называемого модального джаза и прочего авангарда, критики обвинили его в том, что он пошел на поводу у своей жены, так же, как Джон Леннон пошел на поводу у Йока и развалил Битлз. Джон Леннон действительно заменил состав своей группы на других. Например, на фортепиано стала играть Элис Калтрейн, что привело в негодование массу журналистов. Уволил Маккоя Тайнера, прекрасного музыканта. Взял на его место Элис Калтрейн. Все сказали, ну, все, пропал дом. Ну и остальные музыканты тоже были заменены. Пришел Фэрро Сандерс, пришел барабанщик Рашид Али. Это те люди, которые потом играли с Элис Калтрейн. И Калтрейн вместе с Элис стали играть музыку, которая была достаточно непохожа на Блю Трейн, на все, что было десятью годами раньше записано. Это была катастрофа для всех. Критики сказали, ну, все, взял бабу, баба, все испортила. Хотя ничего она не испортила, а Калтрейн стал записывать замечательные пластинки, давать прекрасные концерты вместе с Элис. И после его смерти Элис, не могу сказать, что продолжила его дело. Она всегда занималась своим делом. Она изначально еще до знакомства с Калтрейном была очень востребованным музыкантом, пианисткой, орфисткой, как я уже сказал. Училась она сначала в Детройте, откуда она родом. Играла вместе с Кенни Барреллом, удивительным джазовым гитаристом, легендой джазовой гитары. Потом она училась в Париже на фортепиано. Училась она у Бада Пауэлла, легенды джаза, фортепиано. Да, все знают, конечно. Потом вернулась в Соединенные Штаты Америки, где в Нью-Йорке в 1963 году в клубе Blue Bird, по-моему, назывался клуб. Не помню точно. В общем, в Нью-Йоркском джазовом клубе во время выступления познакомилась с Джоном Калтрейном. Они друг друга полюбили и зажили, счастливо родили троих детей. Родили троих детей. И все у них было хорошо, но Калтрейн заболел и умер. Так бывает, к сожалению, практически с каждым. Элис выпустила очень много пластинок. По-моему, то ли 13, то ли 15. В общем, достаточное количество. Кроме того, она выпустила несколько записей Калтрейна, не изданных до его смерти. В частности, пластинку, где она с ним тоже. Ну, она вообще на поздних альбомах играла с Калтрейном всюду. А я хочу показать вам вот эту пластинку. Я ее уже показал. Собственно говоря, называется она Johnny in Satchidananda. Записана в 1970 году. Вышла в 1971. Играют здесь Фэррол Сандерс или Фараон Сандерс на саксофоне. Соответственно, Элис Калтрейн арфа и фортепиано. Тулси тамбура. Вишну Вуд играет на ауде. Такой инструмент специфический индийский. Сесил Макби на контрабасе. Чарли Хайден тоже на контрабасе. Рашид Али из состава группы Калтрейна. Ударные. И Маджид Шабас на колокольчиках и тамбурине. Что такое тамбура? Сразу скажу. Тамбура это такой четырехструнный инструмент, который звучит почти как ситар. И на записи, на слух можно спутать его с ситаром. Я бы спутал, на самом деле, если бы не прочитал. Но ситар это все-таки немножко другой инструмент. Я, кстати, покажу. Вот та самая тамбура. Видно отсюда, наверное, да? Вот тут. Что это за пластинка? Она. Про нее пишут, что это прекрасный образец модального и экспериментального джаза. Зря я это сказал. Потому что люди, те, которые джаз никогда осознанно не слушали, посмотрев вот этот ролик, услышав вот это про модальный экспериментальный джаз, никогда не станут ставить эту пластинку на проигрыватель. Или там куда-то еще. Потому что скажут, ой, это вообще, я и джаз-то не люблю, а тут еще какой-то модальный, экспериментальный, вообще, до свидания. На самом деле, все это правда. Здесь и модальный джаз, и экспериментальный джаз, и вообще не джаз. Это прекрасная, удивительная, прозрачная, широкая, небесная абсолютно музыка. И Фэрроу Сандерс, даже авангардист, авангардист в законе, настоящий такой крутейший, безумный авангардист, играет здесь яркие, понятные, внятные, мелодичные фразы, мелодичные партии. Такие легкие, такие легко читаемые. Вся пластинка усваивается настолько... Усваивается не хорошее слово, оно какое-то пищевое такое, желудочное. Но, тем не менее, вся пластинка прочитывается и впитывается настолько легко, как будто это... Битлз. Можно сказать и так. Хотя, полотна здесь достаточно длинные. На первой стороне три произведения. Джонни Идден, Сачи Дананда, соответственно, первая 6,5 минут. Шива Лока, 6,5 минут. И Стоповер Бамбей, 3 минуты. На второй стороне два произведения. Сантин Абао, Джон Калтрейн, 9,5 минут. Изис энд Азирис, 11,5 минут. Концертная запись. Последний номер, это концертная запись. Как я уже сказал, удивительной легкости. Альбом удивительный. Удивительного света. Настоящая духовная музыка. Не та духовная музыка, которая ассоциируется с какими-то одеяниями, строгими построениями, хорами, очами. В небеса направленными. Нет. Это внутренняя, абсолютно духовная музыка. Та самая, которую Элис Калтрейн услышала. Из всего массива музыки, которая существует в мире. Над нами, наверное. Или в нас, или вокруг нас. И тоненький ручеек вот этой небесной музыки. И записан на этой пластинке. Первая вещь с басового рифа начинается. На которой вдруг выплескивается волна арфы. Звуков арфы, которая растекается мгновенно по панораме. И просто ныряешь в эти звуки. И купаешься в них уже до конца альбома. Включается ударный, саксофон. Включаются колокольчики. Саксофон, как я уже сказал, Фэррол Сандерс играет очень мелодичную партию. Очень конкретную, внятную. Хотя иногда и уходит в хрип, в свист. Не то, чтобы он не может, а динамика, развитие произведения требует просто эмоционального какого-то взлета. Шива Лока, как продолжение первой вещи. Но немножко более агрессивно. Та же самая арфа. Та же самая басовая затягивающая партия. Звучащая так, как будто вся пластинка, по крайней мере, две этих первых вещи, являются продолжением альбома Калтрейна «A Love Supreme». Медитативный бас, на который сверху уже ложатся партии саксофона, арфы, колокольчиков, ударных и всего-всего. Вот тот самый модальный джаз, можно сказать, когда на одном-двух аккордах, на одном-двух тональных центрах развивается мелодия. И стопит бомбей. Элис переключается с арфы на фортепьяно. И это уже ближе, не то чтобы к традиционному джазу, но тут уже можно сказать, что это джаз. Какой-то странный, но джаз. Если первые две вещи – это просто космос, космос и океан одновременно, то здесь уже похоже на джаз. Очень красивый причем. «Something About John Coltrane» на второй стороне. Понятно, что это посвящение Джону Калтрейну в блюзовой форме. Бас. Сандерс уже оттягивается от души с саксофоном. Элис играет на фортепьяно. Удивительной скорости, качества и точности басовое соло. Контрабас, я имею в виду, во второй части этой вещи. И «Isis and Aziris» – концертная запись. Единственная вещь, которая записана здесь на концерте. Здесь на басу играет Чарли Хайден уже. При практически том же составе. И вот этот самый «Isis and Aziris» – она вне ритма существует. Хотя она плотная, играют все инструменты, все играют точно много и громко. Но она вне ритма, она висит в пространстве. Хотя ударные тоже включаются в какой-то момент. Вначале их нет, потом они подключаются. И вот эта висящая музыка, переливающаяся, меняющаяся все время. В ней опять-таки плывешь и получаешь страшное удовольствие. Со второй части ударные включаются и играют не просто партию какую-то такую, а играют практически соло. Но склеивают единым ритмом с этим самым соло. Уже качают, уже появляется грув. И вся эта штука склеивается, но продолжает висеть в пространстве. Элис Калтрейн, 1971 год. Рекомендую от души. Не бойтесь джаза. Он разный, такой же, как и рок разный. Но джаз даже более разный, наверное, чем рок. Его больше. Его много. И он очень интересен. А Элис Калтрейн – это и джаз, и не джаз. И все вместе, и небеса, и бездны, и пространство, небо, вселенная и океан. Остается только выпить. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok